Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что уже этой зимой коснется многих жителей нашей республики. Мы поговорим о том, как обезопасить и возможно спасти наших детей. Тема нашей беседы – анонимное тестирование школьников на наркотики. Итак, знакомьтесь, гости нашей программы – главный нарколог Чувашии Булыгин Ирина Евгеньевна. Здравствуйте! И заместитель министра образования и молодежной политики Кудряшов Сергей Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте! Федеральный закон о тестировании школьников на наркотики, подписанный президентом России, вступит в силу с начала декабря. Министерство здравоохранения будет проводить медицинское обследование, Министерство образования – социально-психологическое тестирование. Тестирование обязательно для всех учебных заведений. Первый вопрос мой к вам, Сергей Владимирович. Скажите, в чем будет заключаться тестирование и когда оно будет проходить? Надо вспомнить приказ Министерства образования Российской Федерации, который вступил в действие еще в 2011 году, где в нем уже говорилось о том, что субъекты Российской Федерации, органы исполнительной власти, особенно в сфере образования и здравоохранения, проводят уже профилактическую работу. И во многих субъектах была налажена эта профилактическая работа, уже проводилось так называемое психологическое тестирование наших обучающихся и школьного возраста, и студентов, сузов, вузов. И вот если вам интересно, я хочу сказать, только в прошлом году около пяти тысяч студентов обучающихся подверглись, будем так говорить в кавычках, этому психологическому тестированию. И причем около трех тысяч студентов, они конкретно прошли тестирование на наркотики, и среди них было выявлено всего лишь три человека, которые отнесены в вот эту зону риска. В чем же будет заключаться медицинское обследование уже? Любой нормативный студент, любой нормативный учащийся четко понимает, что сегодня подтвердить непотребление наркотиков – это очень важный момент. И действительно, наша молодежь выбирает здоровый образ жизни. И, соответственно, проведение этого тестирования позволяет выявить группу риска. И уже прицельно силами и Министерства образования и молодежной политики, и Министерства здравоохранения и социального развития Чуваши будут реализовываться профилактические программы. Наша сегодня задача именно в рамках исполнения федерального закона 120 уже не профилактика наркомании, это уже поздно наркомании, это болезнь, которую нужно лечить, а именно профилактика потреблений психоактивных и наркотических веществ в образовательной среде. Вот это задача номер один. При этом хочу отметить, что пугаться этого не стоит. Мы все с вами, жители нашей республики, проходим диспансеризацию. Это делается для нашего блага. Вовремя выявить предикторы риска. То есть мы сдаем и анализы крови, и мочи. То есть это та же самая субстанция, биологическая среда на потребление наркотиков. Результаты этого тестирования не будут известны никому, ни образовательному учреждению, ни ученикам, которые есть в этом образовательном пространстве. Это будет сугубо терапевтический альянс врача-психотерапевта наркологической службы и психиатра-нарколога, который будет работать с этим молодым человеком. Потому что здесь нет болезни. И самое главное, чтобы это были однократные пробы, и чтобы этого было потом можно избежать тех последствий, которые могут быть. Потому что страшнее беды, чем потребление наркотиков. у нас, наверное, на сегодняшний день не существует. Мы записали мнение жителей нашего города на тему проведения тестирования школьников на наркотики. Давайте посмотрим вместе, а потом вернемся к нашей беседе. Я за тестирование на наркотики. Унижать школьников, что ли? Я против самих наркотиков и против тестирования. Я прошел тестирование. Я пройду тестирование. Мне кажется, это не помешает тестирование. Ну да, прошла бы. Вообще, я против наркотиков. За. А вот прошли тестирование наркотиков? Да. Ну, вообще-то, если всех, то да, можно сказать, что против. Я против. За. Ирина Гейна, а что же будет с теми, кто откажется от тестирования? Есть же такие? Вы знаете, наверное, все-таки будут. Пока у нас опыт отказов крайне редкий. И после работы с психотерапевтом и психологом наркологической службы, как правило, дается информированное добровольное согласие. Но, наверное, та группа, которая отказывается от тестирования, это есть и тот субъект профилактики, на который должны быть направлены все наши усилия. Уже тот факт, что человек отказался, должно нас настораживать. Раз. И, во-вторых, прицельно с ним работать. И сразу хочу сказать, что уже в октябре есть подписанное соглашение с Чувашским государственным университетом. Мы начитаем тестирование студентов первых курсов. Потому что сегодня это один из самых больших вузов. Очень много студентов, которые не только жители республики, но и из различных зон, которые территориально неблагополучны в плане потребления психоактивных. И иностранные студенты. Это как раз Южной нашей республики. И поэтому эта работа, она позволит предотвратить потребление, распространение наркотиков и других психоактивных веществ в образовательной среде. И, как правило, вы знаете, даже в учебных заведениях высшего образовательного уровня сами студенты, волонтеры помогают в проведении тестирования. И вот это очень положительный опыт. Я хочу сказать, что вот Ирина Евгеньевна уже сказала, что мы не будем дожидаться, когда вступит в действие закон. Мы, естественно, уже профилактическую работу с Министерством здравоохранения начали. И в рамках уже акции проведем тестирование. Тесты у нас уже подготовлены. Хочу обратить внимание, что они уже немножко по-другому называются. Это социально-психологическое тестирование. Ведь задача в чем заключается соответствие этим законам? Это именно ранняя профилактика потребления. Поэтому, я думаю, здесь должно быть заинтересованно, в первую очередь, и родительское сообщество, но и сами обучающиеся, которые должны понять, прочувствовать, то действительно угроза, которая сейчас существует, применение наркотических, психоактивных веществ. И самое главное, наверное, то, что опыт работы, он у нас уже существует. И в основном, как сказала Ирина Евгеньевна, и многие вузы успешно уже проводят это тестирование. Проводили тестирование. И будем проводить. Просто напросто, я хочу сказать, не дожидаясь вот этого порядка, который будет принят по образовательным учреждениям, федеральным министерствам, по, будем говорить, по такому социально-психологическому тестированию, и по линии Минздрава уже у них есть рекомендательное письмо, работу мы будем проводить. Но, естественно, еще раз повторяю, на, во-первых, добровольной основе должно быть согласие, подчеркиваю, и одного из родителей, или учащихся, которым обучающихся исполнилось уже 15 лет. Естественно, это будет анонимно. Насколько часто будет проводиться обследование? То есть по результатам социально-психологического мониторинга, Министерство образования будет готовить списки, кто должен быть охвачен этим тестированием оснований. Их списков, согласно утвержденного графика, так мы работали в прошлом году, да. То есть просто определяется группа риска, а потом с ней работают. Мы проводили это исследование, то есть в зависимости по необходимости. То есть только по группе риска будет уже последующий? Да, да. Это не значит, что поголовно всех надо протестировать, а именно поэтому, еще раз повторяю, называют социально-психологическое тестирование. Определяется группа риска, а с этой группой риска уже точно работают все субъекты профилактики, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и соответствующиеся специалисты, и сами образовательные учреждения. То есть вот поэтому закон и говорит, необходимо именно ранее профилактика потребления этих веществ. И еще он позволяет сделать так, чтобы была консолидация всех субъектов профилактики. То есть мы работаем в одном профилактическом поле, говорим на одном языке. То есть ответственность всех субъектов и органов власти, исполнительной власти, как раз определяется вот этим законом новым, который вступает в действие с декабря 2013 года. И результаты нашей проведенной совместной работы засматриваются, заслушиваются на антинаркотической комиссии нашей республики. Буквально вот 29-го будет очередное заседание, там мы отчитываемся о проведенной работе и подготовке к проведению тестирования. Причем комиссия возглавляет главы субъектов. То есть ответственность достаточно высока. Всех органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. Я думаю, еще раз тоже хотелось бы обратиться к нашим уважаемым родителям. Не надо бояться того, если они озабочены здоровьем своих детей, то обязательно надо помочь в проведении этого социально-психологического тестирования. Спасибо. Что ж, на этой положительной ноте, я думаю, мы завершим нашу беседу. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что в гостях нашей программы была главная нарколог Чуваши Булагина Ирина Евгеньевна, заместитель министра образования и молодежной политики Кудряшов Сергей Владимирович. Спасибо вам большое еще раз. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!